Здравствуйте! Мы разберем сегодня 124-й псалом Перекков Кавдалет. Послук 1. Если бы не Всевышний, который был за нас, скажи же, скажи это, Израиль. И дальше идет продолжение этой мысли в следующем посылке. Лу-ле, если бы не, встречается написание с йодом в конце или с алифом. Лу-ле. Происходит от лу-ло. Лу-если бы. Лу-илу. Расширенная форма в современном языке особенно. Илу состоит из им и лу. Им лу, эм ассимилируется в ламит и лу. То есть исходным здесь является именно лу. Лу подчеркивает. Им усиливает как бы и лу. Но уже само по себе лу означает «если бы». Добавление лу, лу-ло. И вот это вот лу-ло, слишком это у и о, слишком его много, сконцентрировано в этом слове. Как-то он звучит мрачновато. И это о перешло в э. Изменение звука для благозвучия. Значит, вместо лу-ло, лу-ле. Итак, лу-ле. И дальше может быть дано какое-то существительное, какое-то имя. Смысл его «если бы не это и не то». Вот так вот. Даже без глагола. В данном случае лу-ле, ашем ше-га-я-ла-ну, если бы не Всевышний, который был с нами. А сокращенный вариант в разговорном языке, ну вообще в литературном, лу-ле-га-гэшем. Например, лу-ле-га-гэшем «если бы не дочь, было бы так-то и так-то и так-то». То есть слово «га-я», лу-ле-га-я, не обязательно пропускается. Лу-ле. И, значит, «если бы не то, не то или не это». Йомарна – это обычное произношение, обычное ударение, но из мелодических соображений в псалме лучше сказать «йомарна». То есть ударение на «на», просительная частица «на», и тогда ударение, поскольку эти два слова произносятся без паузы, интонационная единица, то ударение с второго слога «йомар» переходит на первый, чтобы не было двух ударений подряд. Такое облегченное ударение, ослабленное, «йомарна», вот так вот. Так что более правильное такое чтение «йомарна, Исраэль». Ну, это, в общем, в такой степени не выдерживается. Обычно говорят «йомарна, Исраэль». При современном чтении вот эти «на» обычно произносятся безударно. Ну, в разговорном языке встречается не так часто. Вот такая вот форма смягченного, просительно смягченного волеизъявления. А в типичном для классического языка являлось ударение именно на этой частице «на» и такие вот смещения, акцентные смещения в предыдущем слове. Типа вот «йомарна». Второй послук. «Луле адуной шагайалану, бекум алейно адам». Если бы не Всевышний, который был за нас, когда встает на нас человек, когда поднимаются на нас люди. Здесь мы видим «луле» пишется с алифом, я вам уже говорил. Значение одно и то же. И в русском переводе сослагательное наклонение. «Если бы не, если бы не был за нас, не стоял за нас». Третий послук. «Азай хаим блауну бахротапамбану». Тогда они бы нас живьем съели, когда гневик разгорался бы на нас. При разгорании гнева, буквально, если сказать. Значит, «азай» — это старинная форма вместо «аз». «Хаим блауну» — левло проглатывать. «Балуотану блауну». Такая слитная форма. И перестройка вместо «балу» — «блау» — «блауну». «Азай хаим блауну». Тогда бы они, здесь тоже сослагательное наклонение переводится, прошедшее время. В современном языке распространена форма «гаю» — «боль им», «гаю» — «боль им». То есть, такая вот глагол «легьот», «быть» и «причастие». «Гаю» — «боль им». Но это более поздняя форма времен Мишны. Вообще, в современном языке используется такая форма и в предаточном предложении. И говорится не «луа» — «им», «гаю», «им», «гая», то-то и то-то. Или «им», «гая», «котэв», «гаину», «анахну» и «гаину», «юд», «им». Если бы он писал, написал, мы бы знали. Форма времен Мишны «лу» — «котэв», «гаину», «юд», «им». То есть, если бы он написал в главном предложении «прошедшее время», «лу», «котэв», а такая форма сослагательная «гаину», «юд», «им», то есть в предаточном предложении условном «лу», «котэв», «прошедшее время», а в главном предложении «гаину», «юд», «им», мы бы знали. То есть форма сослагательного наклонения, которая развилась уже позже, в постклассическое время. В современном языке, значит, им гаякотев, гаину йод им. А самая, значит, чисто классическая форма лукатав ядану. То есть классический еврит, это лу, после него в предаточном, в условии прошедшее время, лукатав. И точно такое же прошедшее время в главном предложении, ядану. И наличие этого лу уже говорит о том, что все это условные предложения. Условные с таким вот элементом сомнения. Если бы, то есть сослагательного наклонения в классическом еврите не было вообще. Оно начало развиваться позднее, во время Мишны, и употреблялось в главном предложении. В современном языке это уже калька с русского. Употребление его в предаточном предложении. И вместо илу, или лу, им. То есть обычное такое, если. Просто, значит, имеется в виду, вот все это возможные стилистические нюансы. Классический язык, постклассический времен Мишны, современные. Возвращаемся к второму посоку. Значит, «бекум алейно адам», «лакум вставать», «бекум алейно адам» – это использование абсолютно инфинитивного оборота. «Бекум алейно адам» – при вставании как бы на нас человека. А, я прошу прощения, это уже второй был посок. Сейчас, значит, третий посок. Мы сейчас на третьем посоке. «Бахротапамбану». А вот аналогичный оборот, поэтому я ошибся. Значит, аналогичный оборот. «Бахротапамбану» – здесь тоже абсолютный инфинитив. «Лахрот». «Харонав» – это раздражение, гнев. Ну, такой не самый сильный, но такое раздражение типа. Досада, раздражение. «Бахротапа» – «Харонав». «Лахрот» – скажем, разгорец, разгорается гнев. Условно можно так перевести. «Ав» – это гнев. Гнев – нос и гнев. Здесь как бы вот игра такая идет смыслов. «Харонав» – это именно когда нос, нос как-то так вот разгорается. Гнев, чувствовать раздражение такое вот в носу, что ли. Жжение такое, если можно так выразиться. В общем, такая метафора. Отсюда, значит, слово «ав» стало означать и гнев по контексту. Не самый сильный, не «зам». Ну, все равно такое. Гнев-досада, вот что-то среднее между ними. Похоже на каос. Итак, «Бахротапамбану» – когда, значит, их гнев поднимался бы, как бы это раздражение на нас, значит, они готовы были бы нас живьем проглотить. Четвертый послуг. Тогда бы воды нас смыли, стремительный поток прошел бы через нас, подхватил бы нас стремительный поток. Значит, «азай» – тоже самая старинная форма вместо «аз». «Лиштов» – это смывать, течь о воде и смывать, полоскать о посуде, предположим. Если не переходное употребление «майм шотфим», вода течет, а «майм шотфим», а если «майм шотфим» – «эт машеву», что-то, если, значит, переходное употребление, значит, его смывают. Вот отсюда и полоскание посуды идет. Значит, «шотфим» – подхватили бы нас, понесли за собой. «Нахль» – это поток. Здесь употребляется, значит, форма, поэтическая форма для мелодичности. Употребляется форма направительная, с безударным окончанием «а». Здесь нужно сказать не «нахла», а «нахла», «нахла аварал напшену». Слово «нахла» – это слово женского рода, означает «удел» какой-то, то, что, значит, перепадает наследство, «нахла». А «нахль» – поток, и форма направительная «нахла» – «в поток», как бы вот так вот. «Нахла аваральна вшену», то есть в данном случае не «в поток», а именно «поток» бы прошел. Но эта форма просто такая вот, поэтическая форма, значит, для мелодичности. В языке, уже, значит, в языке зафиксированном «в танахе» формы направительные, с безударным окончанием «а» употреблялись уже сравнительно редко. Чаще их заменяли формой с предлогом «ле», «ле нахль», «ле нахль» в поток вместо «нахла». А формы «нахла» потихонечку стали означать просто вот такой поэтический вариант слова «нахль». То есть с этим мы уже сталкивались в псалмах. Итак, «нахла аваральна вшену». Пятый пасук «азай аваральна вшену гамайм газайду ним». Продолжение, как бы, вот этой всей темы. Тогда прошел бы на нас, прошло бы на нас, скажем так, воды злодейские, воды злодейства. Значит, здесь в семитских языках, в принципе, в частности, бывает такой случай, когда нет согласования глагола, если он употребляется впереди существительного. Гамайм газайду ним, аврум, прошли или прошли бы, а если глагол вначале, аваральна вшену. Вместо авруальна вшена, аваральна вшена, амайм газайду ним. Условно я это перевел, как бы, русским средним родом. Тогда прошло бы на нас, что именно, тире, воды такие-то. Ну, в русском языке согласование гораздо более обязательно, поэтому это перевод условный, чтобы прошло бы на нас. А вибрити это вполне нормально, значит, «азай» вместо авру, аваральна вшена. Вы видите, как правило, все-таки согласование «вроде» и «в числе» гораздо чаще воспроизвечается. В арабском языке это, значит, норма. Слово «согласование» «вроде» там есть, но «в числе», если вначале стоит глагол, после него идет в существительное множество «в числе», он вполне, значит, легитимно стоит в форме единственного числа. А вибрити это редко встречается. Воды злодейские – это, значит, метафора сил зла этого мира. Шестой послуг. «Баруха дунойше лонетанану тереф лишин егем». Благословен Всевышний, что не дало на нас добычи для их злубов, их клыков. Лонетанану на тан, отану, лонетанану тереф – это добыча, литров – это раздирать добычу, хая торефет или тарфан – это хищник. Шен зуб, шинаем, соответственно, лишин егем. Седьмой послуг. Навшену кецепорним летами пах якшим, а пахнешь бар, ванахну нем латну. Душа наша, как птица, ускользнула из западни. Западня сломалась, а мы ускользнули. Мы спаслись бегством. Легималет – спасаться бегством. Лемалет – кому-то дать убежать, дать возможность освободить, вызволить на волю. Лемалет – а в нефале легималет – сбежать. Немлад. В современном языке употребляется разговорная форма. Просто мы побежали. Не то, чтобы сбежали, а вообще убежали. Но мы побежали. Анахну нем латим. Борхим – это, как правило, именно когда есть опасность, или наоборот, желание унести ноги. Или что-то такое схватил, то, что сегодня положено, и унес ноги. Борхим. А немлад – тем более нейтральная такая. Но в классическом языке немлад – это именно от опасности. Барах – это или от опасности, или что-то сделал не то и от ответственности сбежал. А немлад – именно от опасности. Пах – это какая-то емкость. В современном языке, значит, это мусорный ящик. Жестянка какая-то, пах. Тоже, значит, просто жестяный какой-то такой сосуд. А вообще пах – это какая-то емкость. Пах-ашпан, соответственно, это емкость для выбрасывания мусора. Сейчас, значит, сокращенно говоря, просто пах. По контексту я имею в виду пах-ашпа. Глагол, значит, с корнем йод – ковшин – это вырывать западню какую-то. Отсюда слово мокэш. Мокэш – это западня. Йод пропадает, значит, там приставка О – мокэш. Или более, значит, позднее употребление – мина. Мину проводили, мину закапывали, раскопы какие-то делали. Так что слово мокэш стало означать мина. А первоначально мокэш – это именно что-то вырытое в земле. Западня. Йокшим – это те, кто устраивает западню. Пах-йокшим – это ест западня. Западня устраиваемая ловцами. Силки, силки. Силки ловцов. Ми пах-йокшим. Значит, западня, значит, сломалась. Ну, как-то она была устроена, она, значит, была разрушена. А мы сбежали из нее. Восьмой посуд. Помощь наша именем Всевышнего, в имени Всевышнего, делающего, буквально, творящего небо и землю. То есть мы неоднократно встречали вот такой оборот. Эту идею не Ашер, а Са, который сотворил, а постоянно творящий. Осе шамаева арец. То есть постоянно поддерживающий существование неба и земли. То есть идея творения как постоянного процесса. Ни единого акта, после которого, как бы, творец устранился от мира, дал ему законы, и мир существует сам по себе. Ничего подобного. Постоянное творение. Все законы, которые поддерживают сотворенный мир, они все должны получать какую-то постоянную поддержку со стороны Творца. Если не было бы помощи, не было бы силы, вкладываемые в эти законы природы со стороны Творца, они бы перестали действовать. Все эти силы, поля, соответствия, они бы потеряли всякую силу, и все бы разлетелось. Было бы того вового. То есть полная такая неразбериха, хаос. Поэтому, значит, в псалмах неоднократно встречается именно такой оборот. Осе шамаева арец. На этом мы закончим рассмотрение 124-го псалма.